Сегодня говорим о роде Пагономирмикс. Это уникальные муравьи. Внешне они похожи на мирмика или мессеров, но есть в них и некоторые особенности. Среди них есть чрезвычайно опасные и очень ядовитые муравьи, а яд некоторых видов рода Пагономирмикс вообще использовался как галлюциноген в ритуалах у индейцев. Есть и виды, которые выбиваются из своих правил и живут совершенно по-другому. И сегодня у нас будет два научных исследования об этих муравьях. Пагономирмикс Анзенсис Муравьи меняют экосистему, а экосистема – муравьев. Пагономирмикс Анзенсис был найден в 1960 году и спустя 8 лет был описан Мурилом Коулом. Обитает этот вид только в Калифорнии, небольшими колониями в пустынных скалистых склонах вокруг парка Анзебарега. Если посмотреть на карты Antmap, то эта информация подтверждается. Очень долгое время над этим видом висела завеса тайны. Его никак не изучали целых 45 лет с того момента, как он был впервые обнаружен. Но в 1997 году группа ученых повторно обнаружила этот вид и выяснила о том, что он обычно строит гнезда на каменистых склонах холмов, хорошо проклятых солнцем, а его условия жизни отличаются от других представителей рода. Эти ученые задались вопросом, раз эти муравьи живут в условиях, которые отличаются от типичных для этого рода, может ли это как-то влиять на его оборонительную способность и силу яда? Оказалось, да. Муравьи-жнецы рода Пагономирмекс известны болезненными укусами и очень сильным ядом, который смертелен для млекопитающих. Однако у Пагономирмекс анзенсис рабочие муравьи не агрессивны, их укусы не болезненны, а яда вырабатывается крайне мало, однако он остался таким же сильным. Этот вид является нетипичным для муравьев-жнецов как по месту обитания и поведению, так и по снижению выработки яда. Эти муравьи адаптировались к жизни в условиях, где наличие сильного яда не столь необходимо. Они сосредоточились на других аспектах выживания, таких как избегание опасности и быстрое перемещение. Ученые пришли к выводу, что смертельный яд появился у этих муравьев из-за того, что на их предков совершалось давление позвоночных. И чтобы им противостоять, у этих муравьев в ходе эволюции появился настолько сильный яд. Исследование летальности яда. Живых муравьев замораживали и хранили при температуре минус 26 градусов по Цельсию. С помощью метода Шмидта из замороженных муравьев получали чистый яд. Жалящий аппарат обрабатывался вместе с дистиллированной водой, а пустые хитиновые резероиды объединяли для взвешивания. До использования чистый яд хранили и леофилизировали при температуре минус 26 градусов по Цельсию. Яд этих муравьев проверяли с помощью швейцарских белых мышей. Группе из шести мышей вкалывали муравьиный яд, а группе из восьми – пчелиный. Его растворяли и вводили в мышей в объеме 0,6% от массы тел мыши. Используя метод Рида и Мюнша, а также метод Пиццы, вычисляли среднее значение дозы яда, которое уничтожит половину мышей в экспериментальной группе в течение суток после инъекции. А летальная способность яда выражается в весе мыши, которая получит среднюю летальную дозу от укуса среднего муравья. Рабочие муравьи вида Paganomirmex anzensis стеснительные и осторожные по сравнению с другими видами рода. Если их побеспокоить, они слабо защищают свое гнездо, а больше бегают и отступают. Они также редко жалят. Из всех исследователей только один был ужален, когда муравьев прижимали к коже. Боль и реакция на укус были слабее, чем у других видов Paganomirmex. Под микроскопом было видно, что их резервуары с ядом часто выглядят частично пустыми, заполнены наполовину, а иногда и меньше. Из 38 исследованных резервуаров, 7 были пустыми, 11 на четверть заполнены, а 19 на половину. И только один был почти полностью заполнен. Еще один признак низкого уровня производства яда – это вес пустых резервуаров по сравнению с весом яда в них. Это исследование показывает то, как окружающая среда иногда может сильно влиять на муравьев. В результате опасный и ядовитый вид не сформировался таковым из-за своей географии. Paganomirmex maricopa. Муравьи-жнецы из рода Paganomirmex обладают одним из самых токсичных ядов среди насекомых. Но особенно выделяется яд муравьев вида Paganomirmex maricopa, который по значению LD50 для мышей составляет 0,12 мг на килограмм. Это означает, что токсичность яда очень высока. 12 укусов и 2-килограммовой крысы больше нет. Исследования Шмидта показывают, что некоторые насекомые из отрядов мух, сетчатокрылых и жуков также могут обладать оральным ядом. Однако возникает вопрос, является ли это настоящим ядом или просто пищеварительной жидкостью, которая выбрасывается наружу? Биологическая активность яда делится на несколько типов. Нейротоксическая, гемолитическая, пищеварительная, геморрагическая и альгогенная, вызывающие боль. По химическому составу яда включают алкалоиды, терпены, полисахариды, биогенные амины, такие как гистамин, органические кислоты, например, муравьинная кислота и аминокислоты. Однако основную часть составляют пептиды и белки. Первый случай смерти человека от укуса осы или шерстня был зарегистрирован в Египте в 26 веке до н.э. Токсичность ядов трудно оценить объективно, так как она варьируется в зависимости от вида мишени и может осложняться реакцией иммунной системы, например, гиперчувствительностью или аллергией. Поэтому данные о заболеваемости и смертности могут быть не лучшим методом для классификации токсичности ядов. Для выбора видов насекомых с наиболее токсичным ядом для позвоночных требуется значение LD50, полученное на мышах. Для получения информации о ядовитых насекомых был использован ряд методов. Подписка на рассылку NTML и размещение запроса о ядовитых насекомых. Личные интервью с сотрудниками Университета Флориды, которые делились информацией о своих любимых жалящих насекомых, а также поиск в научных базах, доступных в Университете Флориды. Из бесед и ответов на запросы в NTML было предложено множество ядовитых насекомых на основе личного опыта и реакции на укусы. Среди них муравижницы погона Мермекс, пчелы, осы и шерчни, бархатные муравьи, гусеницы гигантского шелкопряда и жуки-убийцы. Хотя укусы этих насекомых могут быть очень болезненными, объективно оценить болевые реакции сложно. Восприятие токсичности или опасности может быть завышено, особенно если укус приводит к смерти. Поэтому для сравнения ядов насекомых лучше использовать значения LD50, которые обеспечивают объективность. Использование значения LD50 на мышах позволяет объективно оценить токсичность ядов насекомых. Но этот метод имеет ограничения. Значения, полученные на мышах, не всегда отражают, как эти токсины действуют на другие виды, включая человека. Также было обнаружено, что яд других видов муравьев-жнецов содержит фермент фосфолипазу А2, который также присутствует в ядах пчел и ос. Однако перекрестная реакция на эти яды у людей не наблюдается. В результате исследований выяснилось, что муравьев-жнецы, особенно погономируемых с морякопа, имеют самый токсичный яд среди перепончатых крылых насекомых. Значения LD50 помогают сравнивать токсичность ядов. Но результаты на мышах не всегда применимы к другим видам. Яды эволюционировали для защиты от позвоночных, а не для захвата добычи. В нашем телеграм-канале будут эти исследования на английском языке в формате PDF. Ссылки в описании и в закрепленном комментарии. До новых выпусков! Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Казахстан!